МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите общественное телевидение России. В эфире программа «Большая страна открытия». Тема этого выпуска – бархатная сказка. Расскажем об интересных маршрутах осени, которые запомнятся надолго. В студии Павел Давыдов. Здравствуйте! Смотрите сегодня. Песчаный рай Каспия. Дагестан в сентябре особенно удивляет. И не только своей красотой. Волжский стиль. Саратовская область приглашает в гости любителей отдыха у воды. Ласковая Балтика. Все краски осени в одном регионе. В Ялте существует не один сезон, а целых три. Ситцевый, шелковый и бархатный. Ситцевый – самый продолжительный, самый неинтересный и самый тихий. Шелковый сезон – более нарядный и богатый. Но бархатный сезон – это золотые дни для Ялты. О ценах никогда не спрашивают. Так писал Александр Куприн в рассказе под названием «Винная бочка». Один из самых известных прозаиков 20 века часто бывал в Крыму и вдохновлялся его красотой, особенно в осенний период. Существует предположение, что словосочетание «бархатный сезон» возникло в конце 19 века, когда осенью на полуостров съезжались курортные отдыхающие, которым был показан здешний климат для лечения и оздоровления. Царская семья тоже часто бывала там в это время. И творческая интеллигенция тянулась на полуостров. А принадлежащие к ней художники и поэты нередко облачались в бархатную одежду. Отсюда и название. Но в любом случае, этот период на курортах – один из наиболее благоприятных и красивых, потому что это настоящая бархатная сказка. Об этом сегодня и расскажем вместе с моими коллегами из разных регионов. Ну и, конечно, в завершении выпуска побываем в Крыму. Но начнем мы с Дагестана, потому что берега Каспийского моря уникальны в любое время года. Но именно в сентябре и начале октября мягкие климаты и теплая вода делают отдых незабываемым. О песчаном рае Каспия Юлия Власкина. Пение цикад, шум прибоя и пьянящий зной южного лета. Это размеренный отдых на берегу Каспийского моря, самого крупного на планете закрытого водоема с соленой водой. Стоит ли ехать на побережье Каспия за пляжным отдыхом? Чтобы понять это, мы отправляемся в Республику Дагестан. Еще каких-то пару лет назад большинство россиян отдых на Каспийском море всерьез не рассматривали. И я в том числе. Во-первых, потому что это не совсем море, а скорее озеро, пусть даже и самое большое в мире. Во-вторых, туристическая инфраструктура до недавнего времени здесь была мало развита. Да и строгие нравы Мусульманской Республики многих пугали. Но все изменилось буквально на глазах. И это, конечно, фантастика. Сегодня пляжи Каспийского моря – это отличная альтернатива раскрученным черноморским курортам. Плюсов здесь немало. Во-первых, широкие пляжи с мелким ракушечником и золотым песком, где всегда есть место, в отличие от Черноморского побережья. Во-вторых, спокойное и ласковое Каспийское море, на котором редко бушуют шторма, ливни и ураганы. Здесь погода не испортит отдых. В этих местах ее характер более устойчив, чем в субтропическом непредсказуемом Сочи. Еще один плюс – невысокая стоимость отдыха. Цены на проживание как в отелях, так и в небольших гостевых домах на порядок ниже, чем на Черноморском побережье. Здесь будет комфортно как большой семье, так и туристам, ищущим активных приключений. Всего в паре часов езды от моря находятся невероятные красоты достопримечательности горного Дагестана. Что касается ограничений в одежде для туристов, это скорее рекомендация. Внешний вид отдыхающих на пляже здесь точно такой же, как на любом другом морском курорте. Купаться в закрытой одежде в Дагестане никто никого не заставляет. В Дагестане есть несколько курортных мест. Одни из них крупные, такие как Дербент, например. Другие известны только местным. Мы сегодня расскажем и покажем каждый из них. И первой на очереди – столица Дагестана. Исключительно за пляжным отдыхом в Дагестан приезжают редко. Большинство туристов параллельно рассчитывают на культурный досуг, знакомство с достопримечательностями и развлечения. Столица республики в этом смысле подходит идеально. Тут вам и море, и вечерние променады с ресторанами, модные выставки, музеи и театры. В Махачкале столичная атмосфера парадоксально сочетается с пляжным отдыхом. Тут даже Ленин указывает на набережную. Махачкала – она очень пестрая, своеобразная, неповторимая, обладает уникальной атмосферой. И более того, она может удивить людей всех возрастов. В Махачкале очень много мест для молодежи, в общем-то, кофейн. Есть несколько театров. Это не только русский театр, лакский, кумыкский, аварский. У нас также есть театр оперы и балета, кукольный театр и театр поэзии. И у нас проходят не только, к примеру, постановки на русском и на национальных языках, но также проводятся концерты классической музыки. Главная улица старого центра – это улица Борятинского. Сегодня она носит название улица имени Буйнакского. Она идет вдоль прибрежной полосы и повторяет ее изгибы. Эта улица интересна тем, что это, наверное, единственная улица в нашем городе, которая более-менее сохранила свой исторический облик. Ранее она называлась Борятинская, сегодня улица называется Буйнакского. И это была главная улица в дореволюционном, еще тогда Портпетровске. И, соответственно, здесь находились, в общем-то, главные сооружения в нашем городе. Здесь были дома купцов, зажиточных граждан, здесь было здание аптеки, первый кинотеатр появился именно здесь. В советское время даже говорили, если хочешь кого-то встретить, иди на Буйнакского. И знаете, я это сам на себе проверил, я очень часто встречаю здесь знакомых. Так что эта улица обладает каким-то, знаете, во-первых, уникальной и своеобразной атмосферой, а во-вторых, каким-то, я не знаю, магнетизмом. Яркие муралы, уютные кофейни и модные арт-пространства. Все это Махачкала. Я в этом городе впервые и, честно сказать, немало удивлена. Негативные отзывы, видимо, оставляют люди, которые не были в районе старого центра. Здесь можно прогуляться по маленьким улочкам, почувствовать атмосферу южного города, да зайти в этнографические центры, например, в мастерскую дагестанских ремесел, где можно увидеть авторские работы местных мастеров. Бывает, что просто проходящие. Даже бывает, кто-нибудь один из группы или из семьи, если с семьей прогуливаются, один человек подходит, смотрит, смотрите здесь красиво, и потом спускается. Тоже им очень часто что-то покупают, на мастер-класс записывают, тоже приходят потом. Бывает, мы сидим, работаем, они просто вопросы задают, на телефон поснимают, пофоткаются на зону, даже в платках, в папахах могут пофоткаться, и уходят с такими приятными и теплыми впечатлениями. Но мы же обещали показать разные курорты Дагестана, поэтому сразу после Махачкалы отправляемся в Каспийск. Это небольшой курортный городок для семейного отдыха. Он чем-то напоминает приморские города Черного моря, за тем только исключением, что здесь нет безумных толп туристов. Каспийск – это небольшой городок с населением чуть больше 100 тысяч человек. В последнее время он стал очень популярен у туристов во многом благодаря удобному расположению, недалеко от аэропорта, всего в паре десятков километров от Махачкалы. Атмосфера здесь совсем не такая, как в столице республики. Детские площадки с лавочками и фонтанами, длинные прогулочные дорожки – все это делает Каспийск курортом для неспешного семейного отдыха. Город Каспийск – это очень уютный и красивый городок на берегу Каспийского моря. Я коренный житель города Каспийска, я родился и вырос в этом городе, я его очень люблю. Город Каспийск, я думаю, в первую очередь привлекает своими пляжами, поскольку в городе имеется сразу несколько пляжей. Город достаточно спокойный, уютный, и он прекрасно подходит для, скажем так, отдыха. Каспийск чем-то неуловимым напоминает Новороссийск. Возможно, потому что здесь располагается Каспийская морская флотилия. И, кстати, день военно-морского флота здесь всегда отмечают с большим размахом. Развлечений в Каспийске мало. Все самое интересное расположено на самой набережной. Есть любопытная достопримечательность – знаменитый цех номер 8, который в народе называют «Дагестанский форт Бояр». Почти в трех километрах от Каспийского побережья было начато строительство уникальной испытательной базы. Мы называем это место цех номер 8. База начала функционировать уже в конце 30-х годов, но в середине 60-х годов она была списана с заводского баланса, потому что изменились требования к испытанию торпед. Поэтому с 60-х годов объект заброшенный, но тем не менее он продолжает оставаться и является неотъемлемым постоянным символом нашего города – наш цех номер 8. Каспийск стоит ехать не только ради моря, но и ради воздуха. Он здесь просто необыкновенный. Все дело в том, что на набережной расположен огромный парк с хвойными деревьями, так что утренний и вечерний променад становится не только отдыхом, но и пользой. Природа нравится очень даже. Воздух прям приятно. Сидишь аж, воздух такой дышать легче. Добрые люди, которые к тебе отзывчиво и везде хорошо относятся. Самое первое, что мы увидели вообще, были поражены. И молодые, и взрослые относятся очень хорошо. Потом мы вечером прогулялись как раз по набережной, посмотрели. Очень много народу. Все адекватно, все спокойно. Нет выпивших, все трезвые. Здесь тихо, спокойно. Море, то есть горы. Нет такого большого кипиша, то есть такой размеренный отдых без напрягов. В Каспийске есть и несколько пляжей. Городской находится в центральной части набережной. Но местные жители рекомендуют купаться к северу от города, утверждая, что вода там чище. На пляжах Каспийска море развлечений, а также шезлонги, навесы, душевые и раздевалки. Но останавливаться на достигнутом здесь не собираются. Увеличение турпотока диктует свои правила. В данный момент идет строительство так называемого Каспийского прибрежного кластера. Планируется строительство большого количества гостиниц, благоустроенных территорий. И все это южнее города Каспийска вплоть до города Дербента. Так что надеемся, что в этом направлении будут изменения. И у нас появится более благоустроенная необходимая инфраструктура с необходимыми пляжами и местами для отдыха. Ну и, конечно же, гостиницами. Но если активные морские развлечения и вечерняя набережная для вас не главное, вы ищете спокойный отдых, где будет мало людей и чистое море, то вам нужен избирбаш или малоизвестный манас. Здесь самая чистая вода и самые большие пляжи. Еще недавно избирбаш был маленьким и тихим поселком, но за последние годы сильно разросся. А летом тут даже случаются пробки из-за наплыва отдыхающих. Избирбаш удачно расположен между Дербентом и Махачкалой, поэтому отсюда удобно выбираться и в горы, и в столицу. Из минусов – частые перебои со светом и водой, и почти полное отсутствие общественного транспорта. Еще одним минусом для многих может стать полное отсутствие любого алкоголя в магазинах. Но зато цены здесь на все намного ниже, чем в Махачкале и Дербенте. А в каком месте вы любите больше купаться, отдыхать? У нас есть пляж, который мы называем «Умаяка». Это территория на окраине города. Там, конечно, особая атмосфера, там очень чистая вода. И в детстве, когда мы туда ездили, с семьей на машине очень часто можно было там наблюдать плавающих в море тюленей. Поэтому поехать на море на маяк – это для меня нечто особенное. Сегодня увидеть Каспийского тюленя вряд ли получится. Эта нерпа занесена в Красную книгу и рядом с пляжами не обитает. Фраза «тюленей отдых» в Дагестане в последнее время ассоциируется совсем с другим понятием. Но в любом случае туристам здесь будет на что посмотреть и чему удивиться. Отдых на Каспийском море надолго останется приятным воспоминанием. Вы смотрите программу «Большая страна открытия». Далее в нашем эфире. Волжский стиль. Особые места в Саратовской области, которые становятся ярче в осенний период. Ласковая Балтика. Как Калининградская область продлевает курортный сезон. Рандеву в Семиизе. Крымские красоты с впечатляющим размахом. Оставайтесь с нами. Мы вернемся в студию через несколько минут. Вы смотрите программу «Большая страна открытия». Тема выпуска – бархатная сказка. Отыскать ее можно в разных регионах России. Согласно информации туроператоров, в топ-5 направлений по стране с заездами в осенний период в этом году входят. Краснодарский край. Доля от общего объема бронирований – 45%. Кавказские минеральные воды – 4%. Крым – 3%. Калининградская область – 2,5%. Санкт-Петербург и Московская область – по 2%. Южные направления для внутреннего туризма осенью выбирают россияне, которые хотят отдохнуть на пляже. Например, в Сочи в сентябре нередко бывает и плюс 30 градусов. А вот крупные культурные центры, в свою очередь, посещают любители экскурсионных программ, поскольку погода в это время года прекрасно подходит для долгих прогулок к достопримечательностям. В общем, вариантов, где можно оказаться в бархатной сказке, очень и очень много. Но есть особое место, где вас с первых минут очарует неповторимый волжский стиль. Вот к нему-то мы сейчас и прикоснемся вместе с моей коллегой Марией Кармановой. Волга. Широкое в зоне водохранилища и узкое в исконном русле, сегодня делит Саратовскую область пополам. Исторически именно она была главным источником жизни в этих местах, основной транспортной артерией, господство над которой определяло успех населенного пункта. Самые зажиточные села и старинные города появлялись здесь, вдоль Волги, в то время как вокруг еще лежали незаселенные и опасные земли Дикого поля. По мере освоения региона Волга стала ответственной за снабжение центра страны золотом полей, зерном, а речники обособились в отдельную касту. Здесь, на Саратовской Волге, даже появилось особое региональное название лодки – гулянка. Такой транспорт был во многих волжских семьях и хозяйствах. С ней были связаны и рыбный промысел, и передвижение по реке, и впечатление от речного отдыха. Сегодня тем гулянкам ставят народные памятники. Речное судоходство значительно изменило облик, но местные не перестали быть волжанами. Волжане – так зовут себя жители городов и сел вдоль Волги в Саратове. Но в последнее десятилетие термин меняет свое значение. Жизнь трудовая, промысловая, корабельная и лодочная отступила на второй план, и Волга стала любимым местом досуга. Такое значение Волга приобрела с началом обустройства набережной в Саратове. Когда-то рабочие пристани с их пестрыми обитателями считались задворками города, а улица носила ироничное название «Миллионная». К концу 50-х годов XX века со строительством Волгоградского водохранилища в Саратове начали обустраивать парадную набережную – водные ворота города. Волжские пески заковали в камень, а ярусы набережной превратили в прогулочную зону. Пляжная функция в таком городском раскладе не учитывалась, и этот вид отдыха надолго переехал на остров в центре Волги. Когда 60 лет спустя, после реконструкции и продления набережной еще на несколько километров, у Саратова снова появился пляж в центре, в городе летом воцарилась атмосфера курорта. Старая саратовская набережная космонавтов, впрочем, ничуть не утратила своего значения. Улица вдоль Волги была названа так спустя год после полетов Юрия Гагарина, а следом и Германа Титова в космос. И река, на которой приземлились оба, сыграла особенную роль. Первый космонавт планеты с высоты узнал волжские просторы, над которыми осваивал еще полеты на самолете. Сегодня на месте его приземления над Волгой открыт парк покорителей космоса, а туристам доступны веловодные маршруты. На велосипедах можно приехать в парк, а вернуться уже на байдарках. Современные надувные, легкие и узкие суда гораздо проще в эксплуатации, чем каркасные предшественники. И это сделало спортивное туристическое развлечение доступным видом досуга на пару часов. Широкая Волга по левому берегу подвластна непрофессионалам и школьникам, а виды на крутой правый берег не оставляют равнодушных. Появление пластиковых каяков на Волге поменяло и отношения. Теперь не нужно идти в поход на несколько дней, достаточно походить по Волжским протокам пару часов, взяв каяк в аренду. Хотя любители, для которых каякинг стал серьезным спортивным увлечением, длительные и даже экстремальные походы практикуют. И волжский сезон на воде выжимают в прямом смысле слова до последней капли. Как только сошел лед, и по первому льду мы ходим иногда даже с бензопилой. Причем, да, у нас есть стабильные, у наших друзей, друзей нашего клуба, еще один клуб саратовский, есть такое мероприятие, называется, которое «Сплав пингвины», когда мы уже по морозу, по первому, закрываем сезон. Ну, Волгу вверх, наверное, до Самары, вниз до Астрахани уже всю тут исколесили. У нас постоянно проходят сплавы до утеса Степана Разина трехдневный. Хотя туда далеко, но подготовленный каякер туда спокойно за три дня доходит. Сплав на каяке или байдарке все-таки требует нескольких дней. А катание на саббордах стало для волжан привычным отдыхом до или после работы. На прогулку можно закладывать всего пару часов. Проверить свою выносливость, поработать с внутренним чувством баланса, полюбоваться волжскими цветами, встретить закат или рассвет, встать на сабборт на Волгу, приезжают туристы из разных регионов. Сабсерфинг, катание на плоской надувной доске с веслом, на Волгу пришел с десяток лет назад. Разнообразие его видов непосредственно зависит от характера реки. Адреналиновых спусков по волнам Волга не предполагает. Поэтому катание на сапах – скорее спокойное развлечение для отдыха на свежем воздухе. Неспешные прогулки устраивают на закате, чтобы наблюдать золотые огни Саратова, и на рассвете, чтобы застать солнце, заливающее светом Волгу. А отдельная дисциплина – йога на сапе – открывает не только новые навыки тела, но и неожиданные возможности для общения с рекой. Но будет ошибка и думать, что сабсерфинг – лишь развлечение для волжан-туристов. Здесь есть простор и для волжан-спортсменов. На Волге регулярно проходят соревнования по сабсерфингу, а готовить чемпионов начинают с детства. Мы сделали первые свои соревнования в 19-м году, в 20-м, в 21-м. С 20-го года стали проводить соревнования городские уже в Саратове на Новой набережной. Параллельно задумались о росте своих спортсменов. Поработали немного со взрослыми. Со взрослыми оказалось работать сложнее, потому что, как правило, взрослый человек завязан на каких-то своих проблемах. Это работа, семья и так далее. Ну и решили, что все-таки мы уйдем в детский спорт. Дети уже подходят к Волге с другой точки зрения. Не просто там отдых, полежать на песке, но уже как спорт, преодоление себя. Это поколение уже будет не просто так, что там лето Волга – это пойти пожарить шашлыки, но лето Волга – это уже там какой-то спортивный отдых. Впрочем, заморский серфинг на Великой Русской реке приживается стремительно. Конечно, полноценное морское катание на волнах волжане позволить себе не могут, но вейксерфинг или катание за катером на доске получил немало последователей. Специальное подводное крыло катера создает аналог морской волны, которую покоряют на разных видах досок. В Саратов этот водный спорт пришел около восьми лет назад, и вскоре энтузиасты открыли один из первых на Волге вейксерф-кэмпов. Сейчас здесь постоянно занимаются сотни любителей, а для гостей волжский серфинг стал туристической изюминкой. Его всерьез сравнивают с морским серфингом, причем не в пользу последнего. Немного разная плотность воды и разные ощущения. Например, на реке приятнее и комфортнее кататься на вейксерфе, например, чем на море. Вот, но конкретно у нас, мы отсюда уезжаем буквально несколько минут в протоку. Это красивая очень протока, с двух сторон она окружена деревьями, и даже в самый ветреный день там просто прекрасно. Серьезной спортивной подготовки вейксерфинг не требует, но постепенное овладение навыками диктует и дисциплину тела. Любой трюк или маневр отрабатывается многократными повторениями, а на успех влияет множество факторов. От плотности волны и направления ветра до настроения капитана. Своих спортсменов вейксерферы тоже готовят. Воспитанники кэмпа принимают участие в межрегиональных и всероссийских соревнованиях, отстаивая честь волжан. Про домашний спот или родную тренировочную базу шутят, что Волга – наше море. Даже недалеко отсюда есть такие места, где ты не видишь другой берег. И она там синяя-синяя очень. И когда ты так кидаешь взгляд на это, то реально кажется, что это море. Я больше скажу, что в разных городах волжских все очень любят Волгу и кататься на Волге. И они это подчеркивают, что мы такой-то город стоим на Волге и катаемся именно на Волге. Вот, и мы в том числе. Мы тоже очень-очень гордимся вообще, что мы катаемся на реке Волга. И если вейксерфинг на Волге есть соблазн назвать новомодным видом досуга, то волжский яхтинг может похвастать длинной историей. Первый яхт-клуб в Саратове открылся в 1876 году и был девятым по счету во всей Российской империи. Его членами были дворяне и купцы, чиновники и предприниматели. А членский взнос в первые годы достигал сотни рублей. Такое попечительство позволило яхт-клубу не только вскоре отстроить собственное представительство на Волге и выписать в Саратов новые лодки и лодочного мастера с семьей, но и задать новый тон светской жизни города. В яхт-клуб провели электричество, пригласили духовой оркестр, открыли буфет, чтобы наблюдать за гонками было еще интереснее. Постепенно сумма членского взноса снизилась до 10 рублей, а денежные призы победителям гонок были значительно больше. Так что недостатка в яхтсменах в городе не было. Жизнь кипела в яхт-клубе даже зимой. Там обустраивали каток и проводили конькобежные соревнования. Сегодня сообщество яхтсменов в городе на Волге такими ресурсами похвастать не может. Но романтика парусной жизни по-прежнему привлекает энтузиастов. Так яхтенные прогулки и волжские походы с друзьями сделали из гида-экскурсовода Ольги Колевой настоящего капитана. Несколько лет назад она освоила теорию и практику управления парусным судном и получила соответствующую лицензию госинспекции по маломерным судам. Своей яхты у нее нет, но в гостях у других капитанов она чувствует себя уверенно. Я сейчас как раз читаю книгу, мемуары Владимира Борисовича Трояпольского. Это вообще военный моряк. Он нам интересен тем, что он в 60-70-е годы 20-го века очень много сделал для развития парусного спорта именно в Саратове. И его там начальники или сослуживцы очень часто его спрашивали, а как ты, откуда ты умеешь управлять парусом, где ты учился? Потому что вообще-то военных моряков этому не учат. И он отвечал, я волгарь. Мне очень понравилось это слово, я даже стала там расспрашивать знакомых, яхтсменов, выяснилось, что сейчас оно как-то не употребляется. Мы все равно сейчас говорим, я волжанин, я с Волги. Но вот это слово «волгарь», оно как будто бы, ну вот мне как филологу, да, все время вот кажется, что вот, ну волжанин, это вроде бы ты родился на Волге, вырос, может быть, на Волге. А волгарь, ты именно вот живешь на Волге. Ты ее как бы, ну не то чтобы используешь, но ты вот какие-то такие, да, более тесные, что ли, с ней связи. Связи волжан с рекой, безусловно, переживают сегодня трансформацию. Новые виды досуга меняют наши привычки, а запрос на здоровый образ жизни влечет горожан на Волгу за активностью и ментальным балансом. Инфраструктура загородных баз отдыха наглядно отражает это движение. На реке сегодня можно найти места на любую аудиторию, от бюджетных кемпингов до круглогодичных гостиниц. Запрос на внутренний туризм только подогревает это предложение. В Саратовскую область все чаще приезжают, чтобы увидеть Волгу в ее многообразии. Бескрайние песчаные косы и каменистые пляжи, тенистые сосновые берега и степные дали, крутые обрывистые утесы и пологие заливные луга. Волжанимы или Волгари, Волга-река или море – доска для того, чтобы медитировать или для того, чтобы крутить финты. Мнения могут быть разными, но спорить о таком в теплое время года на Волге совершенно не хочется. Гораздо приятнее коллекционировать яркие моменты свидания с рекой, которые и местного жителя, и любого туриста делают немного волжанином. О бархатной сказке говорим в сегодняшнем выпуске программы «Большая страна открытия». Среди необычных направлений в осенний период – Карелия. Как правило, туристы чаще всего выбирают республику летом и зимой. Но именно осенью природа порадует гостей яркими пейзажами. Там можно прогуляться среди красочных лесов, полюбоваться чистыми озерами и величественными скалами. Любители экстрима могут отправиться в увлекательное путешествие на байдарках. А те, кому по душе более спокойный отдых, насладиться рыбалкой или сбором грибов и ягод. Например, на острове Кайон-Сааре можно пройтись по песчаным пляжам, любуясь незабываемыми видами. Кстати, не менее красивые пейзажи откроются и туристам, которые решили осенью оказаться в Калининградской области. Ведь ласковая Балтика впечатлит любого. В этом убедилась моя коллега Анна Вернер. Начало осени – не время прощаться с летом. Время брать купальный костюм, удобную обувь и ехать на Балтику. Потому что в Калининградской области по-настоящему бархатно, море теплое, а в городах интересно. Сегодня мы отправимся в путешествие по главным курортам Балтики. Практически на всем протяжении Калининградской области находятся песчаные пляжи. И почти везде на побережье были обустроены известные города-курорты, главными из которых и сегодня являются Зеленоградск, бывший Кранц, Светлогорск, Раушен и Янтарный, Пальмникин. Посетим каждый из них. Начнем с Зеленоградска, 40 километров пути от Калининграда. Большинство курортов возникли в начале 19 века на месте небольших рыбацких деревушек. Писатель и профессор истории Людвиг фон Бацко одним из первых обратил внимание на то, что средняя продолжительность жизни жителей побережья Балтийского моря выше, чем в остальной Пруссии. Отсюда появилась идея о создании благоприятных условий проживания на морском берегу. Эта идея была подхвачена и местом для первого курорта был выбран поселок Кранц-Курен, позже город Кранц, сегодня Зеленоградск. В 1816 году Кранц был ответ как государственный курорт для общественности. С этого момента начинается активное развитие курорта, давшее огромный толчок курортному прогрессу по всей Европе. Кранц начал активно застраиваться уютными виллами, гостевыми домами, пансионатами. Были открыты первые купальни с теплыми ваннами и грязелечебница, грязь для которой добывалась в местном болоте на постоянной основе. Курорт специализировался на таких болезнях и недугах, как нервозность, некоторые женские заболевания, хронический ревматизм, подагра, малокровие и прочее. В Крывеческом музее Зеленоградска можно увидеть интересный экспонат, посвященный курортной теме. Сто с лишним лет назад в Кенигсберге для туристов из России неким Михаилом Конторовичем печатался путеводитель на русском языке, распространявшийся бесплатно не только в Пруссии, но и в крупных городах России. Тут было все. И адреса магазинов, ресторанов, и даже расписание поездов. Видите? Причем летом специальные экстренные поезда. В путеводителе рассказывалось, куда ехать, где отдохнуть. Вот так девушки отдыхали на курорте в начале 20 века. Если верить статистике, приведенной там, то 14 400 туристов, побывавших только лишь в курортных городах за один сезон, это колоссальная цифра. Самый знаменитый российский путешественник Петр Аркадьевич Столыпин был в Кранце два раза. Спокойно ходит, наблюдает закат, шепотом разговаривает с женой. Из известных русских путешественников того времени, посетивших эти места, можно отметить Александра Герцена, драматурга Александра Островского, Петра Чайковского, Федора Достоевского. Все стремились в курортный кранц. Самое главное – умеренные цены, то есть финансовая составляющая. Так сказать, съездить в отпуск и вернуться не без штанов. Вот это и привлекало русских путешественников. Самый ближайший международный уже курорт со всем спектром услуг и за недорого. Зеленоградск – один из главных городов-курортов Калининградской области. Здесь и сегодня одни поправляют здоровье в санаториях, которые специализируются на лечении минеральными водами и природными грязями. Другие ищут особую атмосферу прибрежного городка, гуляют среди разноцветных домиков, отдыхают на пляже и устраивают вечерние посиделки у моря. А кто-то приезжает к котикам. Их здесь очень любят. В городе есть кошачьи скульптуры, светофор с изображением усатых, на улицах стоят миниатюрные домики, где животные могут поспать. А еще в Зеленоградске работает музей Мурариум, посвященный кошкам. Что касается музеев, то здесь их целое изобилие. Музеи сов, черепов и скелетов, старинных кукол, курортной моды. Особой популярностью пользуется променад. Широкая набережная протяженностью 2,5 километра, вдоль которой проходит центральный пляж. Это самый длинный променад Балтийского побережья. Но главной достопримечательностью города является минеральная вода. Эту воду ценят при лечении нервных заболеваний и сахарного диабета. Вода доступна любому желающему совершенно бесплатно. Для этого на променаде оборудован бювет. Вода подается с глубины 240 метров и имеет категорию питьевая лечебно-столовая. Зеленоградская вода обладает уникальной структурой. Лишена посторонних добавок и примесей. Ее состав считается полностью сбалансированным. Вода даже совсем не соленая и немного терпкая. Эта вода полезна для профилактики и лечения болезней желудочно-кишечного тракта, а также при заболевании почек, печени и желчного пузыря. Она приятна на вкус, освежает и бодрит. И, кроме того, обладает целым рядом полезных свойств. В музее Зеленоградска можно увидеть оригинальные бутылочки из-под минеральной воды, которые использовали в Кранце в начале 20 века. У нас есть целая полочка бутылочек из Кранца. На них есть наименование нашего города-курорта, фамилии владельцев этих скважин. Есть очень интересная бутылочка. Это урановое стекло. Добавляли в начале 20 века для придания свойств стеклу, например, прозрачности. Курорт прекрасно подходит для отдыха в любое время года. Пляж здесь разделен на несколько зон. Есть оборудованный со всем необходимым. И пляж для людей с ограниченными возможностями здоровья. Есть и дикий пляж. Заход в море не каменистый, удобный. Углубление постепенное. На центральном пляже всегда много людей. Но можно воспользоваться западным пляжем, самым широким в городе. Для этого нужно пройти в конец променада. Пляж Зеленоградска пользуется популярностью не только у отдыхающих, но и у спортсменов. Здесь, например, любят кататься с доской и парусом, заниматься кайтбордингом или серфингом. Ну а мы отправляемся дальше. Следующая остановка нашего маршрута – город Светлогорск, в прошлом Раушен. От Зеленоградска около 30 километров пути. Светлогорск – уютный курорт со сказочной архитектурой и особенной безмятежностью. Этот город подойдет для тех, кто устал от городской суеты и ищет уединение с природой. Правда, в курортный сезон уединиться получится только в определенных местах. Отдых в Светлогорске спокойный и оздоровительный. Город славится обилием разнообразных санаториев. В Здравнице успешно проходит лечение пациента с заболеваниями системы кровообращения, органов дыхания, пищеварения и нервной системы. Светлогорск – курорт для тех, кто любит кардио. Нужно быть готовым к тому, что придется частенько подниматься и спускаться, так как высота в некоторых местах достигает 40 метров над уровнем моря. Официальное открытие курорта Раушен состоялось 24 июля 1820 года. Первыми отдыхающими были уважаемые семьи из Кёнигсберга. Эти люди создали общество благоустройства Раушена и построили здесь курортный город, про который путешественники вскоре стали говорить – маленькая Швейцария. И лучшие виллы были построены, было много условий, как, например, что ни одна из вилл не должна была повторяться. И, конечно, очень важным условием был экстерьер, то есть чтобы люди даже вот от того, что они увидят на улице, чтобы даже это уже давало им вдохновение. Вслед за многочисленными виллами Раушен был активно застроен гостевыми домами. Появлявшиеся новые кварталы приобретали лиричные названия – «Волшебный лес» или «Ласточкин парк». Курорт подстраивался под состоятельных граждан, в конце концов, став самым дорогим на побережье. Как и Зеленоградск, Светлогорск тоже является известным оздоровительным курортом с минеральными источниками и лечебными грязями. В 1908 году здесь была построена водонапорная башня высотой 25 метров и здание морской водолечебницы. Комплекс строений до сих пор является визитной карточкой города. В Светлогорске даже воздух особенный. Он насыщен йодом и минеральными веществами и очень полезен для людей, страдающих заболеваниями щитовидной железы и органов дыхания. Светлогорск стоит на прибрежных холмах. Спуски к морю крутые, но хорошо оборудованы. Погулять у моря можно, спустившись по центральной лестнице, канатной дороге или на лифте. Мы спустимся на лифте. Светлогорский лифт – это лучшие виды Балтийского моря и самый быстрый способ оказаться на променаде. Идеальное место для фотосессий на фоне безбрежной синевой Балтики. Цена вопроса – 100 рублей. С помощью лифта мы оказываемся внизу уже через считанные секунды. Первый прогулочный променад был построен в начале 20 века. Тогда, как и сегодня, это самое популярное место города. Уютная набережная протяженностью свыше 1 километра, соединенная с пляжем каменными лестницами, была украшена различными скульптурными композициями. Самая известная из них – нимфа. Германа Брахерта. Для тех, кто приехал в город на поезде, прямо у вокзала будет удобен спуск с помощью канатной дороги. Первый рельсовый фуникулёр был построен в Раушене в 1908 году, а в 1988 была сооружена пассажирская канатная дорога, которая работает и сегодня, доставляя людей на набережную. Живописная природа города всегда притягивала сюда творческих людей – художников, писателей и скульпторов. Собственно, город привлекает художников и сегодня. У нас и зимой, и летом, и во все времена года проходят пленеры, и московские школьники приезжают, и питерские, и художники-любители, и художники-профессионалы, чтобы запечатлеть магию на этого места. После прогулки в Светлогорске отправляемся на поиски янтаря в посёлок Янтарный – 20 километров пути от Светлогорска, 50 километров от Калининграда. Название Янтарный не случайно. В посёлке сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря. Здесь его добывают. Солнечный камень можно найти повсюду – в море, в песке, на ярмарке мастеров, которая расположена в парке на побережье. Парк тоже достопримечательность. Здесь высажены редчайшие виды деревьев, доставленные из Японии и с американского континента. Тут растёт бук, липа, ели и сосны. Уникальным растением считается тюльпановое дерево. Именно его признали символом этого прекрасного места. Главным достоянием парка считают аллею Лип, которая расположена в северной части. Что касается буков, то их возраст превышает 300 лет. Широкие песчаные пляжи, живописные закаты, янтарь – всё это притягивает отдыхающих в янтарные со всех уголков России. Здесь можно найти янтарь и остаться навсегда. Из четырёх официальных пляжей, расположенных на территории янтарного, два подтвердили международный знак отличия – экологическую сертификацию «Голубой флаг». На променаде работает программа «Доступная среда» для маломобильных групп населения. Все пляжи благоустроены и оснащены информационными щитами, кабинками для переодевания, душевыми стойками, лежаками, многим другим. Как и на прочих пляжах области, здесь под ногами не камни, а белоснежный мягкий песок. Огромной популярностью пользуются пешеходные прогулки по морскому променаду протяжённостью 2 километра. По всей линии оборудованных пляжей работают многочисленные кафе, бары или клубы. Если вам нужна тишина, то здесь её не найти. Но можно отправиться на дикий пляж, есть и такой. Янтарный – это посёлок, который живёт и днём, и ночью. Отдых в Янтарном – это не только пляж, но и спорт. Здесь можно заняться дайвингом, каякингом или сапбордом. Сегодня мы приехали в гости к дайверам на озеро Синявинское. Второе наименование озера – Янтарное. Это пресный водоём, образованный на месте карьера, где добывали янтарь с 1913 до 1972 года. После закрытия он наполнился грунтовой и родниковой водой, создав большое озеро глубиной до 28 метров. Особенностью карьеры являются два термоклина, когда тёплые и холодные слои воды не перемешиваются. Разница температур может составить до 10 градусов. Синявинское озеро необычно, ведь на его дне находится затонувший лес, узкоколейка, шахты и многое другое, что можно рассмотреть в солнечную погоду или погрузившись с аквалангом. Деревья, покрытые ракушками, водорослями, плавающие между ними рыбы оставляют незабываемое впечатление. На Синявинском озере два пляжа, обустроенный и дикий. Первый раскинулся с южной стороны водоёма и тянется на 100 метров. Пляжи покрыты песком, в некоторых местах они перемешаны с мелкой галькой. На территории работает спасательная служба. Тут затопленный парк. Для подводной археологии затопили всякие объекты. Можно погружаться. На 22 метрах огромный ковш стоит от шагающего экскаватора, который добывал Янтари. Много локаций не на больших глубинах. 8, 6 метров, 10 метров. Очень много разных маршрутов. Впрочем, это лишь малая часть курортных историй. Морской отдых также доступен на пляжах Куршской и Балтийской Коз, побережьях города Пионерского и Балтийска. Каждое побережье имеет свои особенности. Отдых на любом из курортов области позволит насладиться солнцем, окунуться в бодрящую воду, подышать насыщенным йодом воздухом. Калининградская область имеет множество достопримечательностей. Приезжая сюда, стоит увидеть, если не все, то хотя бы большую часть. И все это сделает отдых незабываемым. В эфире программа «Большая страна открытия». Тема этого выпуска – бархатная сказка. Говоря о тех местах, где можно в ней оказаться, вспомним Иркутскую область. Ведь осень на озере Байкал – это фантастический подарок для любителей спокойного отдыха с элементами медитации. Там можно укрыться от городской суеты, насладиться тишиной и красотой местных пейзажей. В начале осени в Байкале можно даже искупаться, но вот правда, к началу октября вода становится уж слишком холодной. Если не любите сидеть на месте, то для фанатов активного отдыха в окрестностях озера разработано множество эко-маршрутов. Но их сегодня много и в Крыму, о котором я уже говорил, вспомнив Александра Куприна. Сейчас мы отправляемся на полуостров, где можно пройтись маршрутами, которыми когда-то путешествовали многие известные люди. На рандеву в Семииз нас приглашает Дарья Берг. Как только его не называют, издравница для аристократов и памятник природы, и археологический пирог, и музей архитектуры под открытым небом. Все это о Семиизе, такой маленький колоритный поселок на южном берегу Крыма, затерявшийся среди прекрасных гор и омываемый бирюзовыми волнами Черного моря. Райский уголок, не иначе. В 20 километрах от Ялты узкой полоской вдоль моря расположился один из самых красивых и солнечных курортов крымского побережья Семииз. Он прекрасен в любое время года. Летом здесь кипит жизнь, все шумит и куда-то спешит вместе с отдыхающими. А в межсезонье немного впадает в спячку, давая возможность насладиться тишиной и единением с природой. Здесь всегда зеленые парки, плюсовая температура и очень чистый целебный воздух, что сделало поселок одним из самых популярных и элитарных мест отдыха в Советском Союзе. Одно из самых красивых мест и сосредоточивая поселковой светской жизни – Семийский парк, где помимо ботанических достопримечательностей расположена единственная в Крыму аллея Аполлонов. Эту 200-метровую аллею еще называют Типарисовая. Официально она является целым проспектом, причем единственным во всей Большой Ялте. Но благодаря нахождению здесь античных статуй, туристы придумали проспекту Ленина, более романтическое прозвище. В советских времен сохранились только три бетонные фигуры, хотя изначально их было четыре – Амазонка, Диадумен, Дорифор и Геракл. Но время и люди с вандалистскими наклонностями изменили как количество, так и облик скульптур. Так Дорифор превратился в Диониса, Диадумен – в Аполлона, а Амазонка и вовсе исчезла с постамена. Главная изюминка Семеиза – его природные скульптуры. Эта местность удивительно живописна. Горные пейзажи считаются в Крыму эталонными и окутаны, как и весь полуостров, легендами. Гора Кошка – основная достопримечательность Семеиза, изображенная даже на гербе поселка. Изначально она называлась Кошка Я, что в переводе с крымско-татарского означает «парная гора». Но позднее местные жители ее переименовали, разглядев в очертаниях этой возвышенности силуэт гигантской кошки, словно пьющей воду из моря. Она действительно похожа на огромную кошку породы сфинкс, но привлекательна не только причудливой формой. Эта скала – часть древнего архипелага, который существовал на полуострове миллионы лет назад и претерпел изменения в результате тектонического движения, которое, как считают геологи, продолжается под Семеизом до сих пор, из-за чего Кошка медленно сползает в море. Попасть на гору проще всего с Южнобережного шоссе, где буквально в нескольких метрах от дороги находится смотровая площадка с потрясающим видом. Тропа оборудована и достаточно удобна. Маршрут весь займет около полутора часов. По пути встретятся несколько обзорных площадок, а еще по ней можно выйти до самых ушек нашей кошки. Окруженный горами и утопающий в зелени Семеиз получил статус климатического курорта еще в начале XX века. С тех пор, как наследники разорившегося промышленника Мальцова превратили маленькую деревушку, выкупленную татар в 1824 году Дмитрием Нарышкиным, в престижный аристократический курорт. Генерал-майор, штал мейстер, чиновник Государственного совета Николай Сергеевич и его брат-полковник Лейбгвардии, кавалергардского полка Иван Сергеевич, прежде чем распродать землю по частям русской знати, разработали генеральный план и по уму благоустроили поселок. Сделали разметку улиц, построили дороги, провели освещение, водопровод, канализацию, открыли почту, телеграф, причал, разбили великолепный парк. Конечно же, новомодная и престижная для того времени инфраструктура сразу же привлекла потенциальных инвесторов, благодаря чему в поселке появилось около 60 роскошных вилл, сохранившихся на сих пор. А это вилла для настоящих буржуа. Пансион московской семьи Александровых Дольников был построен в 1914 году на средства, выигранные в лотерее. Для благородной публики здесь было все самое современное. И умывальники в каждом номере, и автономное электричество, и теннисный корт, и, как писали в рекламе того времени, невероятный шведский стол. Доходный дом проработал 4 года, а его владельцы уж точно вытянули фортовый билет. Ведь в 1918-м они успели продать имение, сохранить свои жизни и даже остаться в России. После революции пансион продолжил работу, но уже как санаторий в Приморье. Вообще пансион Александровых Дольников – это отличный пример того, как преемственность сохраняет культурное наследие. Ведь если посмотреть, не только снаружи у виллы прекрасная сохранность, но еще и внутри. Обратите внимание и на фурнитуру, дверь в стиле модерн, на печи, на лепнину потолка, оригинальный паркет, оригинальный ковер метлахской плитки в фойе. Все это дышит историей, все это бережно сохраняется на протяжении многих-многих лет и, конечно, внушает нам надежду, что Семис еще свои золотые времена увидит. Он должен был стать самым новым, перспективным и пафосным аристократическим курортом южного берега Крыма. Однако по велению судьбы превратился в одну из крупнейших здравниц советского периода, где роскошь, построенная дворянами для дворян, в одночасье стала доступна любому работающему гражданину, казалось, нерушимого единого союза. Лишь природа вечна, как показала эта столетняя история. Все тоже бирюзовое море, те же таинственные скалы и чарующая красота вокруг, принадлежащая всем нам, из какой бы эпохи мы ни были. Наша программа завершена. Напомню, что все выпуски доступны на сайте otrdfisonline.ru. Напишите нам адрес электронной почты bssobaka.tvr.ru. Давайте вместе открывать нашу большую страну. Редактор субтитров А.Семкин